Приветствую вас, давайте разберем ваш вопрос. Последние два месяца я чувствую себя плохо, нет сил делать что-либо. Вещи, которые интересовали раньше мне неинтересны. Не вижу смыслу делать обычные вещи. Мы вас учимся готовить, общаться ни с кем не хочу. Все время сижу в комнате за компьютером. Часто плачу по ночам из-за того, что я никчемный, ленивый человек. Я всегда была позитивная, общительная, но почему-то изменилась. Не знаю себя, не могу ничего сделать. Даже самые простые вещи отнимают много энергии и концентрации. Подскажите, что со мной и что мне следует делать. Пишет аноним. В первую очередь нужно, наверное, сформировать то... С чего все началось. Потому что вы же, наверное, понимаете сами, что без причин, да, каких-то, ничего не происходит. И если у вас такое вот состояние возникло, значит оно у вас возникло вследствие чего-то. Нужно посмотреть, не было ли у вас каких-то происшествий стрессов, то есть не было ли стрессов, не было ли серьезного напряжения какого-то, вот каких-то событий. Это первое. Значит, если это что-то было, то вот очень похоже на то, что вы это недопрожили. Часто бывает вот так, что человек недопроживая какие-то вещи в своей жизни, оказывается вот в таком состоянии. Это первый аспект. Второй аспект это то, что возможно вы накапливали в себе в течение большого количества времени определенный негатив, недовольство. Терпели что-то, но не замечали, не замечали этого и теперь вот когда вас, ну вот, что называется, достало, так скажем. Вы со всем этим познакомились. Вот. И естественно оказались к этому не готовы. Вот. Потому что вы долгое время жили в одной парадигме. Сейчас вы осознали, что живете в другой парадигме. Если вы выстраивали свои отношения таким образом. Отношения не только с внешним миром, да? Не только с другими людьми. Ну и отношения, ну как бы, с самой собой, да? Это вот такой достаточно важный момент, что если вы выстраивали взаимодействие свое с, ну вот, с целым, с окружающим миром в обход. Ваших эмоций в обход ваших чувств, в обход ваших ценностей. Ага. Как-то пытаясь, например, объяснить себе это с целесообразностью, правильностью и так далее. То вот, то что вы описываете, вполне может быть следствием такого подхода. К сожалению, ну вот, к сожалению большому, очень часто это приводит вот только вот к серьезному негативу, к сильному негативу. Вот, и соответственно вам нужно разбираться в этом аспекте. Вам нужно разбираться в том, что вот, ну что произошло и потихонечку смотреть, что вы сейчас можете с этим делать. То есть, да, это определенный, это определенный кризис. Это всегда неприятно. Ну, кризис сам по себе такая штука, что редко бывает приятно. Я думаю, вы понимаете. Ну, в кризисе, ну, в кризисе есть и возможность. Вот. Поэтому ничего страшного в том, что сейчас с вами это происходит. Нет. Вот. Но нужно разбираться. Дальше. Значит, вам обязательно, на мой взгляд, нужно обратиться к врачу. Вот. А место жительства. Это либо, ну, это либо психотерапевт, да? Это либо психиатр. Вот. А чтобы вам поставили, чтобы вам проверили диагноз, нет ли у вас депрессии. Вот. Если у вас депрессия, если у вас, ну, депрессивная, есть депрессивная состояние, у вас депрессия, то, соответственно, нужно, конечно, в этом смысле вам работать уже в направлении лечения, в направлении, ну, в направлении, вот, купирования вашего состояния. Такого, вот, достаточно, ну, негативного, тяжелого, да? Вот. Болезненного, может быть, даже где-то. Вот. Вот. И, соответственно, с этим уже работать и раздрать. Вот. Депрессия бывает несколько видов, да? То есть она бывает эндогенной и экзогенной. Эндогенная депрессия – это когда в результате каких-то психологических моментов, значит, ну, как бы, ну, возникает проблема, вот, когда в результате именно каких-то психологических аспектов человек, ну, оказывается, вот в таком, ну, в таком состоянии, в таком, ну, в таком поведении, например, да? А бывает депрессия экзогенная, когда это происходит в результате нарушений химии тела. Вот. То есть, как бы, вот, химия тела нарушается и, ну, возникают накладки, возникают проблемы, возникают сложности у человека. Вот. Это, это важно, а, понимать, вот, эти моменты важно понимать, важно учитывать. А, с этим важно работать. Вот. Ну, я думаю, я думаю, я думаю, что, примерно, а, в таком ключе вам можно ответить на вопрос, вот, который вы задаете. То есть, как бы, ну, что сейчас с вами точно сказать нельзя, потому что мало достаточно информации у нас оставаться. Вот. Ну, я думаю, что разобраться с этим не так сложно. Вот. Ну, конечно, это неприятно, и вы, конечно же, большая молодец, что обратились за помощью, то есть, вы сделали такой вот первый еще шаг к решению нашей, ну, проблемы. В этом смысле вы молодец, большая. Но это только первый шаг. Вот. Дальше вам уже нужно будет, а, более предметно и более сознательно работать. А, ну, над собой. В этом смысле. Поэтому, я думаю, что такой ответ можно, можно вам дать. вот. А, ключевой аспект в любом случае заключается в том, что он, а, то, что вы делали, то, что вы делали раньше, а, то, как, то, как вы жили раньше, вот, не являлось, а, для вас, а, естественно. Вот. То есть, можно, вот, можно сказать, а, что вы не совсем, а, корректно, так скажем, жили. Вот. И да, вам нужно, а, свою жизнь менять, да, вам нужно, а, что-то, вот, со своей жизнью, в данном случае, начать делать. Вот. Потому что, вряд ли, в дальнейшем, ситуация будет лучше. Вот. Ну, то есть, как бы, вот, вряд ли. К сожалению, в дальнейшем ситуация будет, ну, сама по себе, как бы, улучшаться. Вот. С этого, ну, как правило, не происходит. Вот. Вот. И, соответственно, соответственно, вот, такой ответ я мог бы вам дать. Такой ответ мог бы вам, мог бы вам предложить. Вот. Значит, ну, с точки зрения, вот, психологии, с точки зрения психотрафии сейчас, по крайней мере. Вот. Так. На этом все. Я надеюсь, что вам это было полезно. Надеюсь, что вам это было интересно. Буду благодарен за обратную связь по моему ответу. Это позволит вам начать работу над собой. Желаю вам всего самого доброго и удачи. Спасибо. Ну, я и с вами будет... ... dicen...